Вот и завершился третий международный турнир рождественский. И перед нами стоит победитель в весовой категории до 80 килограмм Ахмедхан Тимботов. Здравствуйте, Ахмедхан. Здравствуйте. Какие у вас впечатления от победы? Конечно же, впечатления только положительные. Я рад, что в своих родных стенах, в стенах училища Олимпийского резерва, где я сам проживаю, где я сам учусь. И рад, что мог победить сегодня, обрадовать всех родных и близких. На турнире сегодня какие приемы вы использовали? Можете рассказать немножко о своих схватках? Я особо не помню свои приемы. Я с настроем только на победу выходил, а дальше, как получалось, на автомате работал. Свои схватки пересматриваете? Да, пересматриваю. Мы с тренерами вместе пересматриваем, смотрим, какие ошибки, где надо было по-другому себя повести, где надо было обмануть. Ну, все это анализируем и делаем выводы. Ахмедхан, чувствовалась ли поддержка от зрителей? Да, конечно, чувствовалась большая поддержка от зрителей. Особенно мои братья прилетели из Нальчика поболеть за меня. Особенно их поддержка чувствовалась. И я не мог проиграть. И я постарался выложиться на все 100%. И оправдал все надежды тренеров и училища Олимпийского резерва. Четвертый рождественский турнир. И вы по возрасту уже не попадаете. Скучать будете? Конечно, это на хорошем уровне турнир. И хотелось бы почаще здесь бороться. Но, к сожалению, я уже перехожу в другую возрастную категорию. И теперь будем радовать вас в других соревнованиях. На ваш взгляд, то количество участников команд для международного турнира – это хорошо? У нас 16 было стран. Конечно, это хорошо. И огромный опыт для подрастающего поколения. Это хороший опыт. И за границей некоторые выезжают, и они там теряются. И вот эти соревнования, я думаю, что хорошим опытом будет. Для них. Во время проведения третьего рождественского возникла идея провести матчевую встречу. Можете прокомментировать, что сегодня происходило, что было? Матчевая встреча – это, как всегда, интересно. И чувствуется соперничество. И за команду, что вся команда может на тебе зависеть. И, слава богу, мы сегодня могли доказать, что не только иранцы сильны в мире. Но и мы, училище Олимпийского резерва, и мы им доказали, что не только иранцы могут загонять, но и мы. Насколько сложно бороться с Ираном? Это же считается одной из сильнейших команд. Да, но у них очень большая выносливость. Все говорят, что они очень выносливые. Они просто не знают, что мы в училище по 2-3 часа бегаем. Поэтому они так думают. Так что, я думаю, мы ничем не отстаем от иранцев. И они такие же обычные спортсмены, как и мы. И просто тот, кто больше пашет, тот и выигрывает. В этом году, точнее, в 2020 году, вы выпускник училища. Будете скучать? Будете к нам приходить в гости? Да, конечно, буду скучать по училищу. Эти стены мне многое дало. И я рад, что мог сегодня оправдать все надежды. В первую очередь, Давидов Владимировича, который вложил большой вклад в этот турнир. И каждый день он приходит с нами на зарядку, тренирует всегда рядом. И большое ему спасибо и училище Олимпийского резерва за такую профессиональную работу и организацию. И всем большое спасибо. Рад, что сегодня смог всех обрадовать в своем родном училище. И постараюсь почаще приезжать. И училище всегда в новом сердце. 2019 год подходит к концу. С поставленными задачами справились? Ну, у меня цель была чемпионат мира, но, к сожалению, я не смог туда попасть. И считаю, что на все 100% я не оправдал все надежды всех. Ну, и тренировки, и свои надежды. Ну, эти турниры для меня как утешение. Но моя цель была чемпионат мира, но, к сожалению, не получилось туда попасть. Ну, эти турниры тоже хорошие, но это не моя цель. Какие планы на 2020 год? Расскажете нам? На 2020 год пока мои планы – это поехать домой и съесть большой шашлык, чтобы я наелся. А потом дальше тренера решат, куда мне бороться, где выступать. И совместно с тренерами решим этот вопрос, пока не знаю. Спасибо большое, Ахмедхан. Мы желаем вам в наступающем году удачи, успехов. Мы вас верим. Мы за вами следим.